Цикл мероприятий, приуроченных 125-летию со дня рождения Михаила Фанасьевича Булгакова, проходит в библиотеках Северо-Восточного округа столицы. Так, накануне юбилея писателя библиотека номер 51 организовала для читателей виртуальную экскурсию по Булгаковской Москве, провела квест и открыла передвижную выставку-инсталляцию квартиры профессора Преображенского. Место действия повести «Собачье сердце» представляет собой обобщенный, условный образ времени, фантастических чаяний 20-х годов. Нас интересовало, в принципе, формирование нового мира, то есть начало 20-го века, 20-е годы, это эпоха модернизма и слома многих общественных установок. И, естественно, в условиях того времени было очень важно формирование всего нового, формирование нового быта, коммунального, например, быта, формирование нового человека при помощи каких-то новых медицинских технологий, которые весьма отчаянно опробовали на себе и сами ученые. Например, Богданов, который умер от переливания крови, который осуществил сам себе. Это кинематограф, как некая мечта о новом мире, новые медиа, новый способ, может быть, даже манипуляции и новый способ разговора с человеком и помещения его в новое пространство. Интерактивная инсталляция составлена из цитат, репродукций, кадров из фильмов. Она приглашает поразмышлять о жизни человека советской эпохи. Здесь мы видим знаки вопроса и видим некий факт-тезис. Это своеобразная игра «Верю-не верю». То есть нам предлагается проверить себя. И мы специально подбирали самые такие интересные, парадоксальные и, может быть, маловозможные на первый взгляд факты для того, чтобы спровоцировать читателя на действия. То есть вот мы смотрим. Первый цвет в кино наносился вручную на каждый кадр. Да или нет. Я отодвигаю знак вопроса и вижу, что стоит галочка. И я убеждаю, что да, это действительно было так. С реалиями столичной жизни начала 20-го века гостей в библиотеке познакомила специалист Наталья Бахарева. В ходе виртуальной экскурсии она подробно рассказала о ключевых местах действия повести Булгакова. Я выбрала те из них, которые действительно с Москвой 20-х именно, а не 30-х годов в основном связаны. И связаны с повестью «Собачье сердце». Вот именно эти места. И квартиры, где жил Булгаков по приезде в Москву, в том доме жили его родственники, сестра с мужем. Они временно уступили супругам Булгаковым свою квартиру. И тот же самый дом Колобуховский, и мусельпром, который строился на глазах Булгакова буквально, и другие-другие объекты. Это все очень интересные здания, улицы. И большое удовольствие доставляют и гулять по ним, и любоваться ими, и встречаться с ними на страницах произведений Булгакова. В завершении встречи ее участники разыскали артефакты и ответили на главный философский вопрос – что значит быть человеком? Ребята, ну я еще раз всех вас благодарю и желаю, чтобы вы, каждый из вас, в любых ситуациях оставался человеком. И чтобы у вас в груди билось доброе, неравнодушное, отзывчивое, горячее человеческое сердце. Спасибо. Спасибо.